Видео подготовлено для канала Уроки ТВ. Алгебра 8 класс. Автор Макарычев. Задание 72. Укажите допустимые значения переменной в выражении. Выражение в пункте А такое. Это дробь в числителе 3А, в знаменателе 2А плюс 25. И нам нужно указать допустимые значения переменной А в данном выражении. Но какие-то допустимые значения – это все значения, которые может принимать переменная А. А какие значения переменная А не может принимать? Она не может принимать те значения, при которых невозможно вычислить значение этой дроби. А когда нельзя вычислить значение этой дроби? Когда происходит деление на 0. А это будет в том случае, если знаменатель дроби обратится в 0. Тогда и получится, что придется делить на 0, что невозможно. А это значит, что вот это значение, при котором знаменатель обращается в 0, оно является недопустимым. А вот давайте его найдем. Чтобы это значение найти, нам нужно выписать отдельно знаменатель и приравнять его 0. Равно 0. Тогда отсюда 2а равно 25, переносим вправо. И отсюда а делим на 2, будет равно минус 12,5. А вот теперь мы запишем область допустимых значений. Записывается так – область допустимых значений. И дальше указываются все ограничения после двух точек. Вот ограничение у нас здесь такое. а не может принимать значения минус 12,5, а все остальные значения а может принимать. Пункт b. Здесь у нас дробь 2у делить на 9 плюс у в квадрате. Но здесь мы тоже выписываем знаменатель 9 плюс у в квадрате равно 0. Приравняем. Значит, нам нужно у в квадрате оставим слева, а девятку перенесем вправо, и получится минус 9. Но такое уравнение решения не имеет, потому что каким бы ни было значение у, у в квадрате всегда будет числом положительным, ну или нулём. То есть в любом случае это будет число неотрицательное, а у равно минус 9 – это невозможно. Решения такого нет. Значит, у может принимать любые значения. При любых значениях у знаменатель никогда не будет равен нулю, а, следовательно, не будет деления на 0. Тогда область допустимых значений у нас будет такая – О, Д, З, У, любое число, любое число. Пункт В. Так, здесь у нас дробь такая – 5х. Так, и в знаменателе 3х умножить на х плюс 12. Выписываем знаменатель 3х умножить на х плюс 12 и приравниваем его нулю. В левой части у нас произведение множителей. Произведение может быть равно нулю только в том случае, когда один из множителей равен нулю. А это возможно, когда х равно нулю. Так, и второй вариант, когда скобка х плюс 12 будет равна нулю. Ну, вот так запишем, что х плюс 12 равно нулю. Но тогда х равно минус 12. Значит, когда х принимает значение 0, и когда х принимает значение минус 12, в этом случае знаменатель обращается в 0. Тогда эти значения нужно исключить из области допустимых значений и записать, что х не равно нулю, и х не равно минус 12. И все остальные значения возможны. Пункт Г. Теперь у нас в числителе 7а, а в знаменателе а плюс 1 произведение двух скобок на а минус 4. Приравниваем знаменатель. Конечно, это можно не писать. Сразу видно, что если одна из скобок обращается в 0, то тогда у нас и получится знаменатель равным нулю. Но формально удобно записать так. Так, если скобка а плюс 1 равна нулю, то тогда отсюда а равно минус единица. Ну и если скобка а минус 4 равна нулю, тогда отсюда а равно плюс 4. При этих обоих значениях, при каждом из этих значений, знаменатель обращается в 0, следовательно, вычисление значения выражения невозможно, а значит, из области допустимых значений эти значения нужно исключить. Итак, а не равно минус единице, и а не равно 4. Ну, на этом все. Задание выполнено. Если вам понравилось видео, не забудьте поставить лайк, подписывайтесь на наш канал, оставляйте свои комментарии с предложениями, пожеланиями, и смотрите другие видео на нашем канале. Субтитры сделал DimaTorzok